У площади Блюхера под колесами Крауна пострадала пенсионерка, которая переходила дорогу на зеленый свет. 48-летний автолюбитель двигался по улице Ленина со стороны Амура и собирался свернуть направо, на Пушкина. Женщина переходила эту улицу поперек, справа налево по ходу движения машины и видеть ее не могла. Шоферу показалось, что он лишь задел 60-летнюю хабаровщанку зеркалом заднего вида. Медики, однако, заподозрили у женщины перелом пальца на ноге. К месту событий приехал сын потерпевший и сопроводил мать в больницу на обследование. На Воронежской улице у остановки радиоцентр в аварию попали водители трех Тойот. Все они ехали друг за другом по второму ряду в северном направлении. Притормозить водителя Цереса заставил четвертый попутный шофер, пытавшийся свернуть налево к популярному автомагазину. Вслед за Цересом пришлось энергично останавливаться шоферу Марка, который получил удар сзади от 64-летнего водителя Тойота РАВ-4. Пострадала пассажир паркетного внедорожника, 52-летняя жительница Виноградовки. У нее растяжение связок шеи. Виновником ДТП полицейские назвали водителя РАВа, как не соблюдавшего безопасную дистанцию. Около 8 часов утра у остановки парк имени Гагарина автолюбитель повредил имущество АЗС и уехал с места аварии. Мужчина попросил отпустить ему 92-го бензина на 500 рублей, оплатил его и пошел к автомобилю. Так и не залив горючее, клиент по рассеянности сел за руль и тронулся с места с заправочным пистолетом в горловине топливного бака. Он оторвался, сработала специальная муфта на шланге. Водитель остановился и, оценив масштабы бедствия, попросту вытащил пистолет и отдал его оператору. Не оставив ни денег, ни номера телефона, горожанин уехал. Заявленный ущерб – 2100 рублей за испорченное оборудование и упущенная выгода, связанная с простоем топливораздаточной колонки. Кроме того, мужчине грозит лишение прав за оставление места ДТП.